всем привет с вами подкаст подлодка сегодня у нас техническая тема вы могли заметить что последнее время мы о чем только не разговариваем то вино то чай но сегодня у нас будет все жестко хардкор на сегодня разговариваем про функциональную архитектуру я даже не уверен что мы прям так как в выпуск может быть будет выпуск функциональной архитектуры дизайн посмотрим по ходу выпуска определимся мне зовут женя катала со мной сегодня этот выпуск уйдет статс цыганов станции гонок и кй функциональный ви Tom хотел очень надеюсь то что мы сегодня будем про это говорить дай всем привет и в гостях у нас уже знакомы я думаю многим из вас Александр Бранин архитектор по автор книг по функциональной архитектуре дизайну известных аскеллист и c++ разработчики кикер-конференции блогер и даже айтишный поэт. Кто слушает нас более-менее давно, наверное, помнят, что Александр к нам уже приходил в выпуске номер 136, проси плюс-плюс. Саш, привет. Всем привет. Привет, ребят, привет, слушатели. Для начала традиционный вопрос, который мы задаем всем нашим гостям. И я думаю, мы задавали тебе его в прошлый раз, но сегодня, в общем-то, не грех повториться. Если говорить по-простому, то это поясни за себя. Если говорить, как положено, по-серьезному, все-таки серьезный подкаст, расскажи про свой бэкграунд, который тебе сегодня, ну, грубо говоря, позволит раскрыть для наших слушателей тонкости вот той самой функциональной архитектуры. Как ты к этому пришел? Ну, если в прошлый раз я говорил про себя, что я C++-разработчик, и у меня очень большой бэкграунд в этом языке, то сегодня я уже сильно сместился в функциональную сторону, и меня больше интересуют высокоуровневые вопросы вроде архитектуры и дизайна в приложении и КОП, но и в особенности к ФП, к таким языкам, как, например, Haskell, или, может быть, Scala, ну, или другим языкам, которые вокруг у нас существуют, вот эти ФП-шные. И в этой связи у меня очень много активностей всяких разных, в том числе я пишу книги про это, я делаю доклады про это, у меня какие-то есть другие исследования, проекты. В общем, я пытаюсь оформить инженерную дисциплину для функционального программирования именно по части дизайна и архитектуры приложений. Окей, понятно, круто. Ну, мне нравится, что ты в каждом выпуске даешь по себе ту часть информации, которая ревантна к этому выпуску. Круто. И давайте уже начинать с темой. И перед тем, как начинать погружаться в тонкости архитектуры, предлагаю, опять же, традиционно для нас начать с каких-то общих вопросов. И кажется, что в архитектуре всегда есть, как это сказать, сложности терминологии, наверное. В общем, для начала нужно определиться, о чем мы сегодня будем говорить, потому что под архитектурой, в общем-то, разные люди понимают разные вещи. Учитывая, что сегодня мы будем сильно много говорить про функциональщину, давай поговорим, что конкретно сегодня мы будем подразумевать под архитектурой и какая она бывает. Да, вообще ты прав, этот термин перегружен, в нем очень много всяких разных смыслов и даже всяких архитектур в нашей дисциплине очень много. Ну, например, есть архитектура приложений, про которые я больше всего думаю и про которые больше всего говорю. А есть еще архитектура решений solution architecture, есть какая-нибудь enterprise architecture и еще куча архитектур, которые нам дали светочи нашего дела и как-то их по-разному определили. Но в целом архитектура это какие-то высокоуровневые компоненты, их взаимодействие, их смысл и подходы к реализации наших идей вот в виде каких-то функционирующих систем. Вот это вот можно называть архитектурой. А вот если мы говорим в разрезе именно функционального подхода или парадигмы, я думаю, мы про это тоже сейчас поговорим. Ты еще сказал, что архитектура бывает разная, вот solutions architecture, enterprise architecture, архитектура как раз-таки на уровне приложений, на каком уровне мы будем смотреть про функциональную архитектуру. Ну потому что solutions архитектура понятно, это там когда мы рисуем UML всякие диаграммки и пытаемся понять, где какую технологию нам выбрать. Не знаю, сейчас очень сильно упрощаю, конечно, но это типа самыми верхними мазками, где мы можем... Там языков не видно. Да-да-да, мы можем научиться, где мы должны научиться там условно посчитать, сколько конкретная архитектура будет в том числе в деньгах стоить заказчику. С моей с обывательской точки зрения кажется, что здесь функциональщина еще даже близко не пахнет, это совсем какой-то верхний уровень. Видимо, твой вопрос сводится к тому, в какой момент себя проявляет конкретная парадигма, например, функциональная. На каких уровнях абстракции мы можем говорить про эти парадигмы, LOP-шные, функциональные. Вообще говоря, если мы спускаемся к архитектуре приложений, там про это можно говорить очень четко и ответственно. И там можно выделить такие достаточно понятные кусочки, что вот эта вот архитектура больше похожа на функциональную, вот эта вот меньше. Но если мы говорим про архитектуру не приложений, а решений, там, конечно, вопрос интерпретации, уже размываются границы. Но в некоторых случаях мы можем, в принципе, говорить, что вот эта архитектура более функциональная, например, если у вас есть какой-нибудь микросервис, он стейтлесс, он делает только трансформации данных, общается с другими микросервисами только через какую-то шину, и те такие же, по сути, чистая трансформация данных, чем вам нефункциональная архитектура. Но это, конечно, такая натяжка, и дело в интерпретации. Но вообще само понятие парадигмы, оно тоже немножечко расплывчатое. Мы можем говорить о том, что сегодня уже все-все языки применяют те или иные парадигмы внутри себя, и в итоге у нас все смешивается, границы становятся более зыбкими. Но все-таки есть некоторые различия между парадигмами или между подходами, которые манифестируют себя для таких случаев, для ООП, например, так, для ФП, например, так. Ну и большей частью, конечно, это все видно на примере архитектуры приложений. Понял. Вот про парадигмы хотелось еще, наверное, чуть-чуть копнуть в глубину. Действительно, мне кажется, сейчас с парадигмами все сложно. Мне кажется, мы даже где-то это обсуждали в каком-то из выпусков, что сейчас языков, которые чисто придерживаются одной какой-то парадигмы, их либо совсем мало, либо нет вообще, потому что все начинают друг у друга какие-то прикольные фичульки втаскивать, друг у друга их подрезать, и вот это вот все. Но ведь мы же при написании своего кода можем на самом деле принять решение, что мы хотим придерживаться максимально четко функциональной парадигмы, и поэтому, условно, если я пишу даже на Котлине, я не буду оттуда по максимуму использовать ничего, там, не знаю, из объектно-ориентированного подхода, кроме того, что меня заставляет делать язык. Вот, типа, в таком смысле мы можем говорить, что функциональный подход — это как парадигма не на уровне языков, а на уровне наших программ или приложений, которые мы хотим писать. И это как раз в том числе должно влиять и на конечную архитектуру. Вообще, я думаю, я знаю, в каких выпусках примерно проскальзывала мысль, что парадигмы сегодня устаревшие понятия. Прогилевский постоянно этот тезис педалит. Он говорит, это понятие, оно устарело еще до своего появления. Так вот, да, вообще ты прав, конечно. Когда мы говорим о приложении каком-то, мы можем, например, делать его достаточно чистым по своей сути и выделять нечистую часть в другую сторону. Вот это, пожалуй, первая идея функционального подхода, функциональной архитектуры. Есть чистая часть, слой, есть нечистая часть, в которой происходит взаимодействие с внешним миром. Вот это самое базовое, наверное, что мы сразу понимаем под функциональной архитектурой. Но вообще-то там тоже есть свои слои, какие-то слоистые архитектуры, есть свои подходы, паттерны проектирования, есть свои принципы. И два из главных принципов, которые отделяют функциональную парадигму от императивной или ОПшной, это чистота и декларативность. И вот если мы стремимся сделать наше приложение декларативным, например, чистые декларативные предметно-ориентированные языки, ну, по сути, это уже очень серьезный такой шаг в сторону функциональщины. Если мы пытаемся все делать с эффектами, мутабельно, а может быть даже с мутабельными объектно-ориентированными штуками, ну, например, объекты у нас внутри содержат данные, мы пытаемся туда залезть, что-то там поменять, то это уже шаг в сторону императивного и объектно-ориентированного программирования. Но есть моменты, когда эти парадигмы, в общем-то, стыкаются, и там на границах трудно сказать, это функциональщина или это объектно-ориентированная программа. Мы даже знаем некоторых деятелей, которые превращают объектно-ориентированные программы в подобие функциональных хитрыми извращениями с классами, с объектами, с выносом эффектов из них, с чистыми трансформациями внутри этих объектов. Объекты становятся функциями, по сути, просто с таким вот необычным синтаксисом. И такие вещи очень характерны в ООП, тоже бывают. И про это много пишут, много рассказывают, и на основе этого сделаны всякие методологии. Я очень плохо знаю конкретно, что сегодня там происходит в ООПшечке в этой связи, но факт остается фактом. Если ты по-особенному организуешь свою ООПшную программу, она становится похожа на ФПшную. Я вот тут вот наброшу для сравнения то, что, когда я вот в голове у тебя крутил на тему, вот реально, чем отличается ООП от ФП, и как вообще ФП используется, не знаю, там, в мире, в котором, казалось бы, ничего кроме ООП нету. Внезапно оказывается то, что разработчики смотрят там на те же самые чистые функции, такие, ну, вообще неплохо, неплохо, довольно удобно. Так, а если я начинаю в функциях брать, использовать какие-то глобальные переменные, или беру и начинаю там внутри своего класса использовать какие-то синглтоны, которые я не инжекчу, откуда-то вообще прилетают, с этим становится сложнее работать. То есть состояние, на самом деле, это такая-то штука, которое само наличие состояния, если оно появляется внезапно из внезапного места, оно сильно усложняет архитектуру программы, ухудшает ее тестировость и так далее. И в конечном счете многие разработчики сами неосознанно приходят к мысли о том, что со стейтом надо работать как-то аккуратно. Из-за этого появляются всякие мысли там в сторону стейт-машин, со всякими эффектами и всем остальным. И в конечном счете, если посмотреть на программы, как они эволюционировали, можно сказать, что да, нет, как в чистом FP, большой гигантский слой чистых функций, все чистенько, а сверху там в районе уайч какого-нибудь у нас, там мы разрешаем наличие какого-то стейта, что-то грязное. Но даже вот в ООП-шных программах много-много вот, соответственно, чистых функций, чистых использования парадигмы из FP, просто вкраплений вот этого стейта его намного больше. И это, не знаю, меня приводит к мысли о том, что тут какая-то получается, не знаю, градация, что-то вот такое вот посередине, и на самом деле разработчики берут просто все лучшее из обоих миров. Какая-то такая мысль. Да, все верно. На самом деле состояние, стейт, это категория дизайна, да, а вот значение, которое мы меняем переменные, это категория кодинга, разработки чисто, пишем символы какие-то. И стейт, конечно, нужно к нему относиться аккуратно. В функциональных языках со стейтом пытаются дружить таким образом, чтобы он не ломал всю парадигму, чтобы каждая функция, которая работает со стейтом, выдавала те же самые результаты. Ну, это, в общем, самый-самый нижний слой, да, когда мы понимаем, что функции все чистые какие-то, и они должны делать вот то, что они должны делать. Но в целом даже в WP-шечке стейт есть, и когда мы дизайним программу, мы должны решить, в каком слое мы этот стейт описываем, что мы хотели бы его менять, а в каком слое мы его по-настоящему меняем. Потому что, например, в Haskell программе, там есть слой I.O., вот только там разрешено менять конкретные переменные. Там есть даже настоящие мутабельные переменные. И если ты находишься не в I.O., все, что ты можешь делать со стейтом, это его менять немутабельно. И вот эти вот две границы, одна граница между двумя мирами, она пролегает именно в Haskell, например, по I.O. В других функциональных языках она немножечко размыта. В скале, например, ты можешь все еще по месту мутировать, все еще иметь глобальную переменную, зарытую внутри функцию, которая прикидывает себя чистой. Ну, и в других языках точно так же. Но вообще-то это очень сильно ломает твои подходы, потому что ты не можешь доверять этому коду. Ты его понимаешь уже не как трансформацию, а как какой-то черный ящик, который чем-то там занят, что тебе не подконтрольно. Ну и чтобы контролировать стейт, хотя бы даже и в чистой иммутабельной среде, в функциональных языках придумали кучу всяких подходов. Стейт монада, аргумент пастинг стейт, то есть состояние, которое передается в параметрах функции. И прочие подходы. Но это все немутабельные, чистые варианты стейта. И, конечно, это тоже элементы архитектуры. То есть тебе надо подумать, как в твоей программе этот стейт менеджится. Тут мне сейчас такая мысль пришла в голову. Ты вот упомянул, что в Haskell как раз IEO на уровне языка, я так понимаю, изолировано. То есть ты не можешь написать файл откуда угодно, ты должен писать только в том месте, где IEO разрешено. Но правильно ли я понимаю, что вот если обращаться к нашим каким-то, ну, наверное, привычным для большинства наших слушателей аналогиям, это вот в обычном приложении у тебя всегда есть дата-слой. Дата-слой, в котором ты там ходишь в базу, пишешь файлы, ходишь в сети, как угодно можно их называть. В общем, тот, где ты там что-то делаешь с данными, например. Правильно ли я понимаю, что в данном случае дата-слой как бы уже изолирован на уровне языка, на уровне дизайна самого языка программирования. И это, по сути, архитектура, которая является частью самого языка, архитектурное такое решение. Да, я понимаю твою мысль. В целом, да, можно так сказать, но давай уточним. В функциональном мире существуют все те же слои, которые есть в объектно-ориентированном мире. Слой бизнес-логики, слой модели данных предметной области, слой базы данных и связанных с ней типов, слой, ну, Persistence называется, да, слой представления, то есть, например, какой-нибудь UI, слой взаимодействия с внешним миром, вот как раз IO. И еще, какие слои ты помнишь, они там имеют все те же, все тот же ход они там имеют, просто они по-разному выглядят в функциональщине и в ООПшечке. И у них разные механизмы, как мы эти слои связываем друг с другом. Ну, например, в том же ООП, в принципе, достаточно распространена трехслойная архитектура, да, когда у тебя есть бизнес-логика и типы предметной области, они могут быть и, скорее всего, будут в анимичной модели, они стараются быть оторваны от, собственно, внешних эффектов, да. Допустим, ты можешь в анимичной модели описать предметную область просто типами, объектами, которые особо ни с кем не взаимодействуют, просто данные. Вот, и отдельно иметь еще какие-то функции, которые работают с этими данными. В принципе, это очень похоже на то, что в функциональных языках делается. Там тоже есть типы, в основном это алгебраические типы данных, есть функции, которые с ними работают, и никак в их скоб не вкладываются, потому что нет скоба такого, как в классы, а просто отдельно функции, отдельно типы данных. Очень похоже на анимичную модель. В ОП-шечке. Но в ОП-шечке есть еще и рич-модел, в которой, в принципе, тоже размытые понятия, но там напихивают в объекты поведение, и эти объекты еще могут во внешний мир ходить и что-то там делать. И иногда даже рич-модел подразумевает, что объекты предметной области, моделька, она еще может и с типами баз данных как-то быть интегрирована или даже не отделена от них. Это, опять же, вопрос конкретного архитектора, как он хочет сделать свое приложение. Я лично выступаю за то, чтобы разделять объекты предметной области, типы баз данных, и все связанные с ними паттерны. Но вообще-то у нас архитектура приложений очень обширна, случаев очень много, и я не могу сказать, что существует истинно правильный подход. Наверное, не существует. Да, тут, мне кажется, мы за кучу выпусков убедились неоднократно, что о чем бы ни шла речь, правильного подхода нет. Мы всегда какими-то полумерами и гранями обходимся. Сейчас еще один вопрос. Пока мы не двинули дальше, я понял, что, наверное, стоит его прояснить. Мы во время разговора уже упоминали два термина, которые, на мой взгляд, могут звучать как одно и то же, но вот хотелось бы убедиться, одно это или не одно. Мы говорим про архитектуру, и еще ты несколько раз упоминал дизайн. Типа решение на уровне дизайна или категория дизайна. Вот давай сейчас, чтобы наши слушатели не путались. Дизайн и архитектура в данном случае – это одно и то же, или это какие-то разные понятия? Ну, вообще-то это разные понятия. Дизайн – это больше про процесс, а архитектура – это больше про результат. Но в разных контекстах они могут смешиваться. Можно, например, говорить про дизайн архитектуры. Человек сидит и дизайнит архитектуру. Ну, сложно же сказать «архитектурит». Что он делает? Он дизайнит архитектуру. Или человек может сидеть и придумывать дизайн под системы. Например, как это будет выглядеть в интерфейсах. Вот он сидит и дизайнит интерфейсы. Или он хочет задизайнить архитектуру приложения и думает, мне тут нужно несколько слоев, и я хочу, чтобы эти слои разделялись. Ну, например, в ОПшных языках есть IOC-контейнеры. Они помогают делить на слои в том числе. Есть слой вот этих сервисов. Ну, он сидит и дизайнит эту архитектуру. Или конкретные части кода. Так что дизайн скорее про процесс, а архитектура скорее про результат и всеобщий вид. Но иногда мы говорим, что дизайн нашей системы выглядит таким образом. То есть это уже не процесс, а это уже тоже результат. Окей, разобрались. С терминологией понятно. Преамбулу мы какую-то сделали. Предлагаю уже, собственно, начать укапываться в детальки, с чего вообще эта архитектура состоит. Хочется побольше миска и конкретики. И здесь у меня первое предложение. И тут скорее мне нужно, наверное, твое мнение. Можем ли мы сейчас пройтись вот по эволюции, например, ООП-дизайна и в параллели с ним посмотреть, что происходило с функциональным. Все, я начал говорить дизайн, потому что оно у меня на подкорках прописалось. Архитектура, конечно же. С объектно-ориентированной архитектурой и с функциональной архитектурой. Что происходило, как они эволюционировали. Мне кажется, здесь именно сравнение было бы интересно посмотреть. Потому что в моей голове выглядит так, что объектно-ориентированную архитектуру уже со всех сторон обсосали. Ее обсуждают все, кому не лень. Есть куча языков, есть куча статей, где пишут, что вот архитектуру делайте так, вот вам чистая архитектура, вот вам архитектура какая-нибудь гексагональная, вот вам еще что-нибудь профункционального такого. Я, по крайней мере, не слышал в массовых публичных источниках. Это где-то очень точечно проскакивает. Короче, вот здесь вот интересно, прям вся-вся-вся подноготная. Но если мы совсем в ранние годы программирования углубимся, то там люди вообще особо-то не понимали, что они делают. Они восторгались, что у них хотя бы что-то получается. Какие тут архитектуры, какие дизайнеры? Таких слов-то еще особо не употребляли. Но где-то в годах 90-х, по моим ощущениям, когда появились уже сильно высокоуровневые языки и стали распространяться, ну там C++ в 80-х, Java в 90-х и другие такие высокоуровневые языки, люди начали решать очень сложные задачи, более сложные, чем до этого. И им потребовалось вводить какие-то уровни абстракции, чтобы управлять сложностью этих задач. Чтобы решения, во-первых, они сами по себе не разваливались, условно говоря. Во-вторых, чтобы можно было бы командами над ними работать, да, отделить какую-то часть приложения или всей системы и сказать, вот ты, дядя Вася, ты ответственный за эту часть, подумай, как мы можем с тобой взаимодействовать. Ну я условно говорю, потому что команды по-разному могут быть организованы. Ну вот такая задача стояла, потому что одна из главных задач, а может быть даже и главная задача дизайна, это работа со сложностью, контроль сложности системы. У нас очень-очень сложные задачи, инструменты у нас тоже сложные, и очень много проблем возникает на стыках. Архитектурные подходы, идеи из софт инжиниринг как такового помогают эту сложность контролировать, как-то с ней бороться. Ну вот в 90-х годах это начало оформляться в виде дисциплины. По крайней мере для ООП языков. Ну нам известно, что именно тогда появились такие книги, как Gang of Four, да, книга четырех, банды четырех, про дизайн паттерны, легендарная книга. Тогда же появились книги от Мартина Фаулера, от Роберта Мартина о том, как дизайнить системы. Вот эти вот разные гексагональные архитектуры, какие-то несколько звенные архитектуры. Кто помнит, что такое было? И это все было в применении к тем языкам, которые наиболее подходили бизнесу, потому что статистически именно в них бизнес ощущал меньше рисков. И так получилось, что статистически это были ООП языки. Ну то есть C Sharp, Java, например, что-нибудь такое? Да, Java, безусловно. Тут главное это Java. И C++ еще, потому что Gang of Four изначально написано было на C++, там дизайн паттерны. Но в принципе Java драйвило этот процесс, а потом C Sharp появился не сильно позже, и Microsoft взял дело в свои руки тоже. И там появились тоже свои знаковые деятели, которые писали книги, которые разрабатывали софт инжиниринг как дисциплину. И уже не дисциплину из какого-то там академического дискурса, а вот именно практическую, чтобы ты мог взять готовое решение и пойти что-то там налобать. Потому что ты не хочешь про это думать каждый раз, ты хочешь делом заниматься. Это уменьшает стоимость таких систем. И вот к этому именно и стремилась айтишечка. Но почему-то функциональный мир сильно отставал в этом смысле. И он варился где-то там в академической среде. Про дисциплину как таковую, и у собственного инжиниринг там не думали. Там занимались какими-то математическими приложениями. Там придумывали очень умопомрачительные библиотеки, подходы. Но это все было разрознено. Оно и оставалось разрознено достаточно долго. Десятилетия, я думаю, 90-е, нулевые. На мой взгляд, они не стремились быть полезными бизнесу. Отсюда у них не возникало необходимости оформлять это все в инженерную дисциплину. И у меня, как человека, который очень любит Haskell и функциональщину, всегда была мысль, ну вот же у нас есть такие же подходы. Например, у нас есть интерфейсы функциональные. Есть ООП-шные интерфейсы, у нас свои функциональные есть. Что является наиболее точным аналогом ООП-шных интерфейсов, и почему, и для чего. Почему мы про это не говорим, да? У нас есть задача управления сложностью, если мы пишем приложение на функциональных языках. У нас есть паттерны наверняка какие-то в функциональщине. Наверное, у нас должна быть своя книга про дизайн паттерны, да, в функциональном мире. Но ее как бы нет. Паттерны из Gengover, они вот применимы к функциональщине или нет? И почему у нас этот свод знаний как-то плохо оформляется, может быть, мы еще не все понимаем. И вот в 90-х, в нулевых, в 10-х годах накапливался пласт, ну, подходов, наверное, идей в функциональщине. И люди стали оформлять это уже в конкретные методологии. Например, нам известен Скотт Влашин из F-Sharp, да, который предложил людям так называемое railway-oriented programming. С точки зрения хаскелиста, это, вообще-то говоря, монадоэйдер с эффектами, но он это завернул в такую красивую обертку и сказал, вот, пожалуйста, вам методология. Берете ее и можете на этом построить приложение. Это архитектурный паттерн. Вот берите. Или такие же идеи возникали, например, в Скале, когда там какие-то функциональные фреймворки появлялись. И такие же идеи возникали в Хаскеле, когда там появлялись так называемые, например, системы эффектов и Final Taglist. Это два таких отдельных подхода к интерфейсам в функциональных языках. Ну, и я еще могу назвать там пяток человек, которые этим плотно занимались. И могу сказать, что сам я тоже решил, что мне это надо. Поэтому я стал собирать это все в единую методологию и оформлять в какой-то такой вот консистентный, полный набор знаний. Главная задача, чтобы ты, вот, например, Женя, мог взять какой-то источник и точно знать, что там есть ответы на твои архитектурные вопросы. Ты можешь с ними не согласиться, но они в том контексте, где они изобретены, они работают и наводят конкретно тебя, как архитектора, на какие-то другие мысли. Вот. Ну и я этим занимался. Вот, пожалуйста. А уже есть, получается, какой-то аналог такой книги Гэнко Фот, чтобы там еще и эти паттерны как-то собрались по каким-то определенным категориям. Типа, вот, если тебе надо взять и сделать такую штуку, вот, хочешь, бери это. Вот, есть вот такой подход, есть вот такой вот подход. Вот так же, как в книжке Банда Четырех. Там, по сути, одна и та же задача. Ну, в какой-нибудь категории берем, там, не знаю. Я просто не помню. Было там 10. Мне кажется, там в пределах 5-5 паттернов, наверное, в каждой категории. Задача, по сути, в каждой категории решается одна и та же. Способы и подходы разные. Есть ли нечто подобное, соответственно, в ФП мире, чтобы по категориям, чтобы была такая вот большая энциклопедия паттернов? Вот именно энциклопедической книги, как Гэнго Фор, ее пока нет. Но промельковали несколько книг, в которых авторы писали про функциональные паттерны. В основном они говорили, это функции. У вас в ООПшечке есть паттерны, а у нас это просто функции. Смотрите, функции высшего порядка и лямбда, и нам, типа, больше ничего не надо. Я немножечко с этим не согласен, потому что я точно знаю, что в ФПшечке есть свои паттерны. И более того, в ФПшечке есть паттерны, дизайн паттерны и функциональные идиомы. Наверное, в ООПшечке тоже есть какие-то ООПшные идиомы, но здесь есть тонкая грань лично для меня, как я ее определяю. Дизайн паттерн — это некий механизм, составленный из частей, потенциально работающих мутабельно в связке, ну, например, объектики, классики и решающей задачу. Это как бы внешнее решение какой-то конкретной задачи. Ты синженерил механизм, а функциональная идиома — это некое свойство, математически обусловленное свойство, например, какой-то структуры данных или предметной области. Оно не сконструировано. Оно там находится как часть сущности, и тебе нужно ее найти. Ну, например, если мы говорим про трансформации данных, например, какие-нибудь потоки или стримы реактивные, то там всегда есть внутренние сущности, например, стримы могут быть смержены, могут быть разделены. Это как бы не паттерн, это не сконструировано. Ты по умолчанию можешь стримы, вот эти вот реактивные, соединять. И из двух стримов приходят данные, а потом получается один стрим со всеми данными вместе. Но вот это свойство соединяемости, оно присутствует там сразу, ты его не конструировал. Здесь прилегает различие между паттерном и идиомой. И есть чисто математические идиомы в функциональном мире. Ну, например, какие-нибудь свойства списка, что список можно просуммировать и агрегировать к одному значению. Это так называемая идиома foldable в Haskell. Или есть monada как идиома, есть monoid и куча других идиом. И вот нужно разделять. Есть паттерны функциональные, чисто функциональные, например, MWAR и request-response pattern. Есть функциональные идиомы. И таких вот конкретно книг, которые бы это все описали, разложили по полочкам, особо-то и нет. Есть какие-то попытки, но мне кажется, они неполные. Ну, что касается меня, если я могу тут такое делать, оговорку, в своей книге я указываю, что такое паттерны, что такое идиомы в приложении уже конкретным примером. То есть я конструирую приложеньку с помощью своих идей и говорю, вот здесь нужен паттерн такой-то функциональный. Здесь нужен подход к интерфейсу функциональный такой. Здесь вот функциональный идиом просматривается. И в таком ключе оно как бы есть. Но книгу типа «Банды четырех» все еще надо писать. Ты вот рассказал про отличие паттерна от идиомы, но, если честно, мне кажется, что их можно было бы склеить в один термин. Почему? Потому что глобально паттерн, с моей точки зрения, это способ решения конкретной задачи. Ты их внутри разделил по... Я вот не очень понял, почему это вот история про некоторую мутабельность. Мне кажется, можно поискать в книжке «Банды четырех», чтобы там не было никакого, в общем, состояния, и что это тоже можно реализовать вот прям конкретный паттерн. Это можно его в ВП-стиле прям взять и забрать. Надо подумать будет про это. Вот. И я к чему? Это к тому, что между идиомой и паттерном здесь разницы нет, потому что в конечном счете и первая, и вторая, она нужна и используется для того, чтобы решить конкретную задачу. И этим она близка, ну, этим, по крайней мере, она подходит под какое-то, не знаю, мое, например, определение того, что такое паттерн. Паттерн — это способ решения какой-то проблемы, разве нет? Вот, а можно я ворвусь, потому что у меня немного другое понимание, и я сейчас его расскажу, и потом Саша нас рассудит. Вот у меня сложилось впечатление, что как раз паттерн — это какой-то искусственный, грубо говоря, конструкт, если так говорить. То есть ты не можешь взять и сказать, что вот ты берешь там какой-нибудь массив или список или все что угодно, и он у тебя начинает по умолчанию работать в соответствии с паттерном там, визитор какой-нибудь. Тебе нужно для этого сделать какие-то приседания, написать какую-то логику, чтобы она работала как визитор. После этого у тебя появляется сущность, там, даже не сущность, в смысле какой-то набор кода, который этот паттерн реализует. Потому что ты так придумал, ты решил, что этот код нужно организовать таким образом. А идиомы, из того, что я услышал, это как-то мне показалась очень философская идея, что это как бы объективное, что ли, свойство. Типа ты не придумывал, что у списка, как у структуры данных, допустим, там, не знаю, есть значения, которые ты можешь сложить. Ну, там, то есть список чисел — это просто свойство чисел такое. Если у тебя есть какое-то множество конечных чисел, ты их можешь сложить. Вот. Я это понял таким образом. И просто как раз-таки наличие таких идиом, таких объективных свойств, оно в ряде случаев именно в функциональных языках тебе позволяет как-то данные преобразовывать, пользуясь этими свойствами. Я вот это услышал так, потому что просто, типа, так работает это на уровне самых примитивных вещей в виде таких же самых списков данных и так далее. Да. Я сразу скажу, что вы оба правы просто потому, что софт-инжиниринг — это не математика. Мы здесь имеем право определять термины так, как хотим, пусть они даже немножечко такие скользкие. И в этом существенное отличие от математики, где люди... Ну, хотя там тоже есть кое-что определенное так, кое-что определенное так, да, и в зависимости от этого теорема либо доказывается, либо не доказывается. Там тоже такого хватает, но у нас это прямо на каждом шагу. Но, Женя, ты правильно ухватил мою мысль, и в Хаскеле это прямо сильно выделяется, потому что там есть прямо набор этих идиом, которые абстрактно оторваны от того, к чему они применяются. Например, они оторваны от списков, от деревьев, от алгебрических типов, от массивов. И они говорят, эти штуки, что мы применимы к списку, к массиву, мы называемся foldable. Мы можем и список, и массив свернуть к одному значению. Или там какой-то, говорит, traversable. Тоже скалисты любят traversable-идиому, которая говорит о том, что мы можем обойти структуру, применить к ней какой-то эффект, и, может быть, по пути еще свернуть, потому что traversable основан на идиоме foldable. Они там в какую-то иерархию установлены. И на самом деле в Хаскеле, например, многие из этих идиом идут из математики, из той же теории категорий. Мы про это стараемся особо не думать, потому что это там отдельный сложный мир. Но в целом, куда ни ступи, вот эта генеричность, выраженная идиомами, она везде. И тут еще такой важный момент, что если мы говорим именно про Хаскель и их скалу, и F-шарп, например, большая часть этих идиом сделана с помощью генериков. Ты указываешь общие свойства каких-то структур без указаний конкретных структур. Это генерики, да, и там могут быть типы с генериками, параметры типов, которые меняются, вот список там или дерево. И большая часть идиом, она именно вот такая. Ну, мы знаем, что в некоторых языках программирования, например, тот же визитор вынесен в библиотеку, иногда даже в базовую библиотеку языка. И тут как бы тоже такая история, а вдруг он применим к общему случаю? А может быть, нет. Но вот тут получается то, что все-таки Женя не прав на тему того, что foldable — это для того, чтобы он работал, написан какой-то конкретный код. Или он идет вместе с языком, или его взяли, и там для каких-нибудь ОП-шных языков ты берешь, подрубаешь себе библиотеку и тоже радуешься то, что у тебя теперь foldable появился, и ты его теперь используешь к любому, там, и к линкет-листу, и к любому вообще списку, какой только в голову придет. Я в целом готов согласиться с мыслью, что этом тоже можно назвать паттерном при определенном понимании слова паттерн. Окей, окей. Надеюсь, мы сегодня не будем три часа обсуждать термины. О терминах надо договариваться. Да. Окей, здесь, кажется, разобрались. И это забавно, что я сказал, давайте приземлим на конкретику, и мы еще ушли в дебри обсуждать всякие концепции. Вот теперь давайте уже перейдем к конкретике. И мы, на самом деле, уже немножко потрогали конкретику. Саша, расскажи, на каких концепциях, на каких идиомах, паттернах, как угодно, давай их будем называть, строится функциональное программирование, функциональная архитектура? Не знаю, если есть возможность сравнивать их с какими-то аналогами или способами решения аналогичных задач в ОПКру, то, если нет, давай просто обсудим, из каких вот базовых блоков мы можем эту архитектуру строить. И я предлагаю пойти не сверху вниз, как мы сейчас это делали, а снизу вверх. Допустим, у меня есть задача оттрекать какие-нибудь космические объекты. Что я, как программист, должен запрограммировать? Ну, например, я хочу выбрать какой-нибудь язык функциональный, Haskell, Scalow, Sharp. У меня сразу мысль. Я должен сначала понять предметную область. Она, такая мысль, приходит в голову ЕОПшным разработчикам. Здесь ничего нового нет. И, по сути, наши действия более-менее одинаковые для обеих парадигм. Ну, вот я беру алгебрические типы данных, про которые у вас был выпуск. Всё от того же Брагилевского. Я пытаюсь с помощью этих алгебрических типов данных какие-то структурки описать. Ну, например, что у меня есть там в космосе, что я хочу трекать. Какой-нибудь астероид. Вот у меня алгебрический тип данных. Потом я думаю, ну, там же, наверное, есть, кроме астероидов, ещё что-то. У меня куча таких типов возникает. По сути, я описываю предметную область объектно. Ну, тут нет мутабельности. Я просто говорю, вот, соответствие между типами и объектами предметной области. Потом я начинаю думать, а что, собственно, они делают? И мне надо как-то их заставить взаимодействовать. Ну, например, астероиды должны сталкиваться в космосе. Мне интересны эти события. Я хочу именно их находить в массиве данных. Я говорю, коллизия. Коллизия между астероидами – это такая функция. Вот она берёт два астероида и видит, что между ними расстояние ноль. И это уже начинает проявляться поведенческая модель предметной области. То была модель просто предметной области, её объектов, а это уже поведенческая модель. И, по сути, составляя этот список действий, я описываю предметную область в целом. И, может быть, уже даже получаю бизнес-логику. Но бизнес-логика, она не только про то, что два астероида столкнулись, она скорее оперирует и тем, и другим, и что-то высокоуровнево решает. Например, запустить массив данных с астероидами в статистический анализатор. Он будет использовать функцию коллизии и проверять, что они там сталкиваются. И уже вот эта бизнес-логика. Какие мне интересны события, какие я могу отбросить. То есть я использую и поведенческую модель, и модель предметной области, чтобы решать свою бизнес-задачу. И это оформляется слой бизнес-логики. И, в принципе, что в ООПшечке, что в ФПшечке, он так и называется. Потом я могу сказать, я хочу, чтобы это все куда-то персистилось. И вот тут уже начинаются вопросы, а как я хочу это отделить? Должен ли я прямо там же, где у меня вот этот статистический анализатор работает, прямо там же писать базу данных? Ну, очевидно, мы так не хотим делать. Мы бы так не сделали и в ООПшечке, да? Мы начинаем придумывать отдельный слой. Каким образом мы это все туда в базу данных сливаем? Описываем, например, типы конкретной базы данных. В ООПшечке тоже есть абстракции над базами данных. Ну, например, в ООПшечке это ОРМки. Довольно много их. И довольно популярный подход. Можешь, конечно, просто с РСКОЛЬ запросы или в K-Value прямо писать, если хочешь, в базу данных, да? Но, в принципе, и абстракции там тоже есть. Какой-нибудь гибернейт в C-Sharp и в Java и другие ОРМки. У нас в ООПшечке, в принципе, есть аналоги, например, S-Coil-коннекторы. У нас различие только в том, что они у нас немутабельные. У нас нету активных объектов, которые внутри себя стейт держат, могут мутироваться, могут лениво подтягивать данные из баз данных и говорить, вот смотри, я представляю то, что у тебя там в базе данных лежит. Взаимодействуя со мной, ты поменяешь строчки в базе данных. И наоборот. Вообще это можно сделать. Функциональные языки, все как один, допускают подобный подход. Просто это не очень идиоматично, и это сопряжено с эффектами, да? Потому что ты напрямую лазишь в базу данных. Но S-Coil-коннектор у нас есть, и они позволяют описать модельку, схему баз данных. Из нее, возможно, даже нагенерить всякие разные лоадеры и сохранятели. Ну, и они будут иммутабельные. Они будут функции иммутабельные, но с эффектом. А потом их использовать, чтобы основной массив данных туда передавать и назад. А у нас такие коннекторы есть. И в Haskell, например, очень много S-Coil-коннекторов затрагивает метапрограммирование. Там нужна какая-то генеричность, там нужно каким-то образом схему описывать, чтобы она была безопасна по типам. Желательно, на самом деле. Можно описать не-тайп-сейфно, и это будет работать, пока ты сам правильно пишешь. Но Haskell-листы, например, стремятся к стайп-сейфному программированию и, соответственно, пытаются с помощью системы типов S-Coil-коннекторы сделать более надежными. И это относится не только к S-Coil-коннекторам. Haskell-листы пытаются перенести это и на предметную область. Там много из системы типов идет штучек, которые позволяют вот такое делать. Это потом идет на бизнес-логику и даже на какие-то другие слои. Ну, например, слой имплементации, да, который не чистый слой. Он влазит во внешний мир, может соединить твою бизнес-логику, желательно чистую, с внешним миром. Это вот такой вот переходник между двумя слоями. У тебя получается трехслойная архитектура, по сути. Есть чистая бизнес-логика по возможности, чистые объекты предметной области. Потом она трансформируется в какие-то, например, Persistence-объекты. И этим всем управляет слой имплементации, не чистый. Вот это вот типичная архитектура типичного приложения функционального. Говоря про нечистые функции, интересно было бы, ну вот раз так много поговорили именно про базы данных, может быть, вот здесь вот по примерчикам пройдемся, потому что ты это вот так вот пробежался, там можно так, а можно здесь вот плюс эффекты. Давай какую-нибудь конкретику прям разберем, как это выглядит. Вот прям на конкретных функциях, на конкретных объектиках можно какую-нибудь простенькую задачку придумать, когда нам нужно в базу сбегать и, не знаю, там, чекнуть еще и положение нашей космической станции, допустим, достать в расчетах. Начнем мы опять же с самого низа, с функции Mine, которая есть во всех языках. Она не чистая по умолчанию. И пусть вот именно в ней мы хотим нашу вот эту операцию записи в базу данных сделать. У нас есть отдельная предметная область описанная. Вот эти типы лежат, и вот чистенькие функции, которые типы как-то переводят друг в друга. И мы такие, а допустим, мы хотим этот тип загрузить из баз данных, ну то есть данные, да, конкретно. Вот астероид, мы хотим его из баз данных, там, космическую станцию, хотим из баз данных поднять и иметь ее в виде объекта предметной области. Внутри функции Mine, которая не чистая, мы обращаемся к слою Persistence, который тоже не чистый. И в нем у нас есть коннектор к базе данных. В нем, в этом коннекторе, свои типы. Обычно это тоже алгебраические типы данных. Они представляют собой, ну, таблицы. Можно очень много указывать, что вот это вот у нас первичный ключ, вот это вот у нас типы поля, таймстэмп, например. А вот здесь вот у нас к этому алгебраическому типу данных таблицы подключается вот тот алгебраический тип данных другой таблицы через вот такую вот связь. Это можно описать, разные коннекторы это позволяют по-разному описывать, какие-то более генерично, какие-то менее генерично. Но ты обращаешься к ней, к этой системе, там уже свои функции есть, они берут тип твоей таблицы, сразу лазят с помощью него в базу данных, возвращают строчку из базы данных. Оно лежит пока в типе этой таблицы в алгебраическом. Тебе нужно переложить это в алгебраический тип данных твоей предметной области. Но это чистая функция, просто одно из другого перекладываешь. И вот у тебя загрузилось. Это очень примитивно, конечно. Тут мы не говорим про подгрузку полей, которые указывают на другие таблицы, и так вот каскадно. Потому что тут возникает много нюансов, как это можно сделать. Но общая схема, она вот такая. А альтернативный вариант, который ты рассказывал с эффектом, это как? Ну, например, ты можешь оопешно подойти к вопросу. Ты можешь сделать какой-нибудь тред с состоянием, который умеет писать и читать в базу данных с помощью сквозь запросов. Чистых строчек, просто строчек. Ты обращаешься к этому актору, который в отдельном треде крутится, с помощью каких-то способов. Интерфейс между тобой и актором есть. Например, я описываю такой интерфейс, как MWAR request response pattern. Не я его придумал, конечно, но он очень хорош в конкурентной среде, именно в акторном взаимодействии. Вот в таком. Там внешний потребитель, который хочет что-то из актора получить, через него из базы данных он кладет в request, ну, просто в мутабельную конкурентную переменную, которая называется MWAR, кладет туда запрос. Этот запрос может выглядеть по-разному. Например, просто строчка «Дай мне денег» из базы данных. И актор уже поймет, что это за запрос. Или алгебрический тип данных, который может описать этот запрос. Главное, чтобы вы и актор понимали, что вы хотите через этот MWAR request response друг другу передать. Вы кладете свой запрос в MWAR реквеста, актор видит этот MWAR, он его как-то понимает, просто формирует SQL строчку, обращается в базу данных, и, например, он подтягивает оттуда больше, чем ты запросил, кэширует. Потому что знает статистически, мы запрограммировали так наш актор, что статистически ты потом попросишь еще дополнительную инфу, вот про это же самое, ну, просто она там рядом лежит, ты загружаешь ее в состояние актора, локальное, ну, мутабельный актор, все дела, нечистый, конечно. Он у себя эту инфу держит, а также отвечает на твой запрос. И потом ты еще можешь какой-нибудь запрос положить, а у него это уже загружено. Вот, например, ты так можешь построить взаимодействие. Но тут очень-очень-очень далеко спустились именно в слой имплементации и в нечистые взаимодействия между подсистемами. В общем-то, ничто тебе не мешает иметь акторную модель внутри функционального приложения. И, например, в Scali есть целые библиотеки для этого, ACCA называется. И, с одной стороны, это плюс-минус функциональный подход, потому что есть там функциональные преобразования, позволяющие акторам между собой взаимодействовать. А, с другой стороны, это какой-то OOP-шный подход, но OOP-шный скорее в терминах Alana K, чем в терминах Java. Но, в принципе, ничто тебе не мешает это сделать. У меня следующий вопрос, который вот здесь возник в нашей всей системе. Такое ощущение, что каждый раз, когда нам нужно слазить в базу, это как-то будет мешать нашему представлению и последовательности вызова одних чистых функций и, соответственно, из других. То есть, я не знаю, в моем представлении то, что самое лучшее, что вообще случается с программистом-FP-шником в жизни, это когда получаются красивые чистенькие цепочки, удается все вот это вот все аккуратненько вот так вот расписать. Но, кажется, каждый раз, когда мы касаемся вот этого грязного слоя, у нас что-то идет не так, у нас эта цепочка рвется, и, соответственно, вот эта логика распадается уже на там несколько последовательниц каких-то цепочек. И кажется то, что это, в общем, не очень хорошо. Например, вот в случае, мы вот разбираем сейчас кейс с трекингом объектов в космосе. Например, у нас есть начальные данные, вот в данный момент времени нам надо посчитать, где эти объекты окажутся через тик. Я правильно понимаю то, что для того, чтобы у нас цепочки не рвались, и вся эта логика строилась, логично было бы вначале получить все данные, слазить вот на старте в базу, получить все данные, а дальше их запихнуть в последовательность чистой функции, обсчитать, и на выходе получить, соответственно, новые координаты интересующих объектов. Или я не прав? Ты прав, но я думаю, можно сказать, что наполовину. Потому что то, что ты описал, в принципе, возможно, вопрос, можем ли мы загрузить все сразу. Может, у нас столько данных, что мы не загрузим. Даже и кусочек данных, может, полностью не загрузим. Но так можно делать. Мы же, когда архитектурим что-то, мы же должны понимать, какие у нас ограничения и какие у нас требования. Это очень важно. И исходя из этого, мы можем прийти к выводу, что не надо нам городить ничего. Никакую трехслойную архитектуру не надо городить. Никакую онион архитектуру не надо городить. Никакую гексагональную. Просто берем нечистый код и фигачим все нечисто. И горе оно все синим пламенем. Просто будет в виде функционального кода выражено. Нечистого функционального кода. Но если мы все-таки видим, что требования есть, которые ограничивают нас, и мы не можем загрузить все сразу, ну, тогда у нас два пути. Вот как ты описал, да? Что-то подгружать, понимать, что нам это нужно. И второй путь, это когда ты описываешь в своем коде декларативно трансформации. Ты их описываешь в виде предметно-ориентированного языка, но туда ничего не загружается. Это моделька, как поведение, ты ее запустишь потом. Декларативный скрипт к этому языку, ты его запустишь потом, и конкретные имплементации этого интерпретируемого декларативного языка, они уже могут по частям, например, загружать. Потому что они будут не чистые интерпретаторы, они будут иметь право ходить в базу данных, брать оттуда столько, сколько надо, и не больше, и оттуда получать. Но тут мне пришла мысль, что есть и третий путь. Называется транзакционный подход. Можно его так назвать. И скорее это очень хорошо проявляется в блокчейнах. Ты не загружаешь все сразу на самом деле. Ты загружаешь только часть, тебе надо какую-то транзакцию сделать, ты ее описал, запулил, и еще десяток человек сделали то же самое. Но сам блокчейн это чистая система, распределенная, но чистая. Если этот десяток человек туда придет именно в таком порядке, и именно с этими данными, то, допустим, 9 человек получат результат назад, а ты нет. И так всегда будет, если именно вот такие данные туда в блокчейн пришли. То есть тебе не нужно загружать все, чтобы у тебя была повторяемость. У тебя должна быть транзакционность на уровне всей системы. Вот это вот третий, пожалуй, путь будет. И в этом смысле, например, блокчейн Хаскеля, Кардана, он функциональную архитектуру в этом смысле и реализует. Но именно транзакционную функциональную архитектуру. Здесь надо еще сказать, что существует очень популярная штука, так называемая Software Transactional Memory. Внутри Хаскеля, внутри скалы есть, в кложе встроена прямо в язык. И она позволяет функциональным языкам работать с конкурентной средой в транзакционном стиле. Когда ты описываешь декларативно, часто ими данными происходят, данные конкурентные, к данным много потоков пытаются добраться и что-то там поделать. Но транзакционность этой модели позволяет всем данным оставаться консистентными, корректными. Да, какие-то транзакции будут отваливаться. Ты должен понимать, что если у тебя транзакция, например, пересылки денег не сработала, у тебя при ее запуске, ну, скажут, извиняй человек, у тебя на счету ничего нет. Ты должен реакцию какую-то прописать. Но по большему счету Software Transactional Memories, особенно в комбинаторной Кавказскеле, позволяют очень корректные системы строить. Там инвалидное состояние данных, оно просто невозможно. Ты можешь написать логически неправильно, да, ты можешь какую-то именно логику сделать, которая некорректна в смысловом поле. То есть, когда ты пытаешься делить на ноль, ну, как бы сам себе злобный обезьяна, да, Буратино, это логическая ошибка, это все еще возможно. Ты все еще можешь попробовать написать такую транзакцию, ну, наверное, будет что-то плохое происходить. Но, если мы говорим именно в конкурентной среде, проблемы конкурентности сильно устраняются. Не логические проблемы, а проблемы конкурентности, там, дата рейсы, например, некорректное изменение, дабл спенд, или обращение к ресурсу, которого уже нет. Вот такие вот штуки очень сильно устраняются. И, наверное, это тоже большая часть архитектуры, транзакционность, ее можно именно рассматривать как архитектурный паттерн. То есть, вот такие вот три подхода получаются. Круто, мне кажется, разобрались, как это делается. И я тут за одну мысль уцепился, я понял, что, кажется, ее тоже стоит обсудить, потому что ты вначале сказал, что декларативность это одно из самых важных свойств функциональной архитектуры. И, конечно, мы, мне кажется, в некоторых выпусках уже так или иначе затрагивали декларативность, но в основном это было про всякие UI на фреймворке. Вот, можешь здесь как раз-таки чуть развернуть, что конкретно ты подразумеваешь, когда говоришь, вот мы там что-то делаем декларативно? С твоего позволения я начну с более таких абстрактных и общих вещей и спустимся. Окей. Просто в ООПшечке и вообще в мейнстринном программировании у нас уже есть методологии, которые мы все знаем. Это domain-driven design, это object-oriented design, test-driven development, behavior-driven development и еще тесты какие-то. И мы понимаем, когда они нужны, когда не нужны, плюс-минус, да, можем, например, domain-driven design использовать, который Эванс придумал, или, может быть, он его развил и ввел этот термин. Там на первый план выходит предметная область. Все это применимо к функциональщине. И лично я строю методологию, которая аналог ООПшной методологии object-oriented design. И туда вот декларативность входит уже естественным образом. Методология называется functional declarative design. Я говорю, в моей парадигме, моей методологии предметно-ориентированные языки это чуть ли не главное. Что ты делаешь как программист с этой декларативностью? Ты придумываешь модельку твоей предметной области, предметно-ориентированный язык к ней, как эта моделька меняется, ты делаешь ее чистой, абстрактной, оторванной от имплементации. По сути, то, что мы делаем в ООПшных языках, когда пользуемся какими-нибудь интерфейсами или анемичная модель, стараемся коннекции к базе данных не совать в наш тип астероида. Совсем разные уровни абстракции, правильно? И в моей методологии functional declarative design ты должен описать эту модельку декларативно, она будет интерпретируемой. Потом ты пишешь интерпретаторы, они не чистые, они могут быть подменены, это вот как в ООПшечке ты интерфейс задекларировал, а потом подменяешь его имплементацией. Также у меня ты можешь имплементации предметно-ориентированного языка, интерпретаторы подменять. И там в ООПшечке есть куча механизмов, которые позволяют это делать. Вот прямой аналог ООПшных интерфейсов, с моей точки зрения, в ООПшных языках, это фримонады. Это вообще интерпретируемые алгебраические типы данных и языки, но фримонады наиболее интересный ООПшный аналог. То есть что мы делаем с помощью интерфейсов в ООП? Мы разделяем абстрактную какую-то часть от имплементации, да, и потом говорим, бизнес-логика, ты должна только через интерфейсы ходить, потому что мы можем замокать эти интерфейсы и можем протестировать бизнес-логику. Такая общая идея. ФПшечки ты точно так же можешь сделать, но у тебя фримонады выступают в виде интерфейсов. Там есть еще другие варианты, например, reader-t pattern, есть service-handle pattern, есть система эффектов, которые очень любят хаскилисты, есть final-tagless и mtl-stil, тоже варианты интерфейсов или сказать даже варианты абстракций. Здесь еще вот что стоит упомянуть, что абстракции тоже всякие разные бывают. У нас и в ООПшечках и в ФПшечках абстракций куча. Например, генерики какие-нибудь, генеричные библиотеки, это абстракции, интерфейсы ООПшные это абстракции. API какая-нибудь библиотека, например, по работе с Sentry каким-нибудь или с Kibane это абстракция. Ты точно знаешь, что за этим API может скрываться и Sentry, а может и твой мог скрываться. И вообще можно разделить все эти абстракции на два класса. Это генеричные абстракции и абстракции типа интерфейса. Вот абстракции типа интерфейса это ООПшный интерфейс, ключевое слово интерфейс. Это фриманада в функциональных языках. Это до какой-то степени Reader-T паттерн и Service-Handle паттерн. А генеричные абстракции те, которые на уровне типов что-то там генеричное пытаются делать. И сюда мы можем генерики над коллекциями в ООПшных языках отнести. Как бы тоже абстракция, но в каком-нибудь C-Sharp есть. А Enumerable это абстракция, но это не интерфейс. Не интерфейс, это генеричная абстракция, потому что она работает в compile-тайме, и в compile-тайме ты должен написать, что именно является частью этой абстракции. А вот интерфейсные, они еще рантайм очень сильно задевают. Мы тут сейчас, кажется, рискуем немножко наших пользователей, использователей, блин, каких пользователей? Слушателей, конечно. Держите продукцию. Вести в синдром читателя Википедии, когда люди такие будут, так, T-Reader, Free Monada, что там, Tagless Final, и пошли гуглить. А вот давай, если можно, если это человеческим языком объяснимо, вот ты говоришь, вот есть в ВВПшечке интерфейсы, и, кажется, все знают, что такое интерфейсы, а в ВВП, типа, аналог Free Monada, ну и там, живите с этим. Вот давай попробуем приземлить, например, что конкретно так из себя представляет та же самая, например, Free Monada, чтобы одну абстракцию разобрать для тех, кто с этим не знаком. Давай. Это про мои любимые Free Monada разговор. Вообще, мы не будем говорить, что такое Monada, просто попробуем объяснить, что именно я делаю с помощью Free Monada. Вот у тебя есть объектики твоего реального мира, астероиды, космические станции, есть функции, работающие с этими объектиками. Но в функциональных языках ты эти функции не можешь просто вызвать одну за другой. Нету степов. В императивных языках есть шаги, а функциональных это не шаги, это выражение. Оно одно, оно математическое такое, ну, псевдоматематическое. Там порядок, в общем случае, это как бы нету порядка. Все функции могут быть вызваны, если им достаточно данных, они могут быть вызваны в какой угодно момент. И момента как такового тоже нету. Вот функция по трансформации астероида в комету вызывается раньше, а функция по сталкиванию планеты и звезды вызывается позже. Но такого нету, просто ты описываешь как-то, как-то. А Free Monada что делает? Она берет эти твои методы из предметной области и соединяет их в цепочку. Тогда появляется порядок. Ты можешь писать свою бизнес-логику с помощью фримонадических методов. Это будет цепочка, там уже появляются шаги. А Free Monada как механизм позволяет это в функциональном языке прописать, потому что все равно все выражение, но это выражение будет выглядеть как последовательность шагов. А также она еще отделяет твой чистый мир предметной области от нечистых интерпретаторов. Free Monada интерпретируемая. Вот у нас питончики интерпретируемые, да, какая-нибудь кложа интерпретируемая. Free Monada тоже интерпретируемые значения. Ты описал сценарий, там вращаемся вокруг планеты и при снижении на такое-то расстояние до планеты погружаемся в атмосферу и начинаем тормозить. Это сценарий. Но он декларативный, его можно применить и, например, по ходу действия что-то печатать в консоль. Ты можешь, например, в своей бизнес-логике, в своем сценарии не говорить, что ты печатаешь в консоль, но интерпретатор этой Free Monada возьмет твой сценарий и в нем уже будет написано каждый шаг печатай в консоль. В бизнес-логике этого не будет, но печатать интерпретатор будет, когда он по шагам твой сценарий выполнит. По сути, мы оторвали предметную область от имплементации. То есть Free Monada делает то же самое, что и ООП-шные интерфейсы. Ну и у них там есть какие-то дополнительные плюшки, монадичность, например. Интересные вещи можно делать с монадическим кодом, удобные. Гораздо больше можно делать с ним, чем с императивным кодом по шагам. Понять не стал? Ну, частично, да. Я, короче, не претендую на то, чтобы все понять, потому что у меня ощущение, что это, знаешь, взгляд абсолютно перпендикулярный к тому, что мы привыкли там в императивных и объектно-ориентированных языках использовать. Но, как минимум, стало чуть-чуть понятней, ну, короче, зачем это нужно и как это используется. Ну, не совсем, короче, я себе это, как это, в пометочки положил, потом еще почитать, разобраться именно с примерами кода, потому что хочется на них прям посмотреть и разобраться. Окей, тогда у меня тут еще вот какой вопрос, ну, раз уж мы вот так глубоко начали укапываться, что вот мы прям начали говорить про какие-то конкретные вещи, есть ли, может быть, еще какие-то примеры того, что функциональному миру с архитектурной точки зрения есть что предложить в плане каких-то архитектурных, может быть, решений, компонентов и так далее. Ну, вот как пример, здесь, если я совершенно не прав, сразу можешь меня поправить и сказать, что все не так, но, допустим, там, мне кажется, в объективном, в объектно-ориентированном мире, объективно, конечно, в ООП-шном мире вот все там уже, ну, ладно, последние пару лет это уже дурной тон, но до этого много говорили про всякие штуки вроде Solid, например, и в Solid каждый принцип просто обсасывает от и до, и он как раз-таки очень сильно завязан именно на ООП-шные всякие подходы. Вот есть ли какие-то подобные принципы или, может быть, какие-то из принципов Solid переносятся на функциональную архитектуру? Что в этом плане можно про функциональщину сказать? Во-первых, надо уточнить, что если мы говорим про архитектуру и дизайн компонентов, систем, то, в общем-то, все, что у нас есть для ООП-шечки, так или иначе применимо для ООП-шечки, но иногда приходится чуть-чуть переформулировать. Solid может быть и должен быть, полностью имеет право жить для ООП-шечки. И все эти принципы, Single Responsibility вообще про ООП-шечки ничего не говорит, он про единственное. ООП-н-клоус, он как бы тоже про ООП-шечки ничего не говорит. И вообще, мое утверждение, что Solid, все пять принципов, а также дополнительные графы по какие-то принципы, они не про ООП, они, в принципе, про среду, в которой можно отделять интерфейсы от имплементации, про среду, в которой можно что-то делать инженерно. И в ООП-шечки Solid все применены. Конечно, у нас Dependency Inversion или Injection, там, разные источники по-разному говорят, вот, он по-своему выглядит. Например, с помощью тех же Free Monad ты можешь несколько интерпретаторов держать и на ходу их точно так же подменять. Или Interface Segregation, ты можешь иметь несколько Service Handle паттернов, ну, допустим, Service Handle для работы с базой данных, Service Handle для обсчета статистики, Service Handle для того-то, для того-то. То же самое с Free Monad, можешь Free Monad для этого, для этого и для этого. И потом из них составлять какую-то систему. Reader T Pattern может для одной подсистемы, для другой подсистемы, то есть налицо Interface Segregation. То есть все это применимо. И, в принципе, я люблю Solid хотя бы за то, что он заставляет нас думать о том, как мы дизайним систему. Мы стремимся сделать эту систему более простой. Solid, он про управление сложностью. Ну, Single Responsibility это про что? Про управление сложностью, чтобы ты не ожидал и имел право не ожидать от какой-то подсистемы чего-то, что ей не свойственно. То есть имел право положиться на конкретную идею этой подсистемы, а другого она делать ничего не должна. Ну, или, например, Lisk of Substitution Principle. Он, конечно, формулируется там как-то, у него даже есть математическое представление, насколько я понимаю, но, по сути, это про контракт, про то, что если ты подменяешь в ОП мире имплементацию интерфейса на другую имплементацию, то неожиданных вещей происходить не должно. Например, у тебя в интерфейсе сказано, этот метод не бросает исключения. Если твоя имплементация не бросала, а другая бросает, это нарушение LSP. Не должно так быть. Твой клиентский код про это не хочет думать, нет такого контракта, что надо ловить исключения. Ты мог его добавить в интерфейс, но его там сейчас нет. Точно так же можно это применить и для FPH языков. Так, а я не понял, а что значит одна имплементация, вторая имплементация? Вот это не очень понятно. Условно, не знаю, привести пример, есть прямоугольник, вот у прямоугольника есть определенные свойства, вот его наследний квадрат, он более конкретный, но, в принципе, подставив квадрат там, где у тебя раньше стоял прямоугольник, у тебя все должно работать как раньше. То есть, в принципе, из-за того, что прямоугольник это тоже квадрат. А как это вот с точки зрения функций и вообще функционального мира работает? Тоже какие-то наследники? Как куда что подставляем? Функции, кстати, это тоже интерфейсы. У них есть все свойства интерфейсов. Они могут в себе скрывать какое-то хитрое поведение, а тип у них проще. И в функциональщине ты одну функцию можешь на другую поменять. Ну, у тебя есть ректангл, прямоугольник. Ты вызывал у него площадь посчитать, сторона на высоту, и подменил эту функцию на то, чтобы она работала с квадратом. Ну, на самом деле, функция осталась та же самая, а данные пришли другие. Просто данные могут тебе снова дать и ширину, и высоту. Функция работает точно так же. Но если внезапно в твоем вот этом вот типе данных в квадрате по какой-то причине эти стороны при перемножении не дают площадь, ну, у тебя ошибка в имплементации этого квадрата, это нарушение, собственно, контракта для прямоугольников. Будут ли эти прямоугольники квадрат как-то еще взаимодействовать иерархически на уровне системы типов. Ну, вообще можно так сделать. Можно в Haskell сделать Type Class генеричный, да, генеричный подход, генеричный интерфейс, что вот это вот представляет собой прямоугольные объекты и для них определить Square функцию, а потом уже туда подставлять прямоугольник, подставлять туда квадрат, а может подставлять туда трехмерный объект, но адресовать только одну его грань, там, проекцию. То есть ты такое можешь сделать. И в этом смысле лисков применим, да, потому что ты все равно можешь подменять вещи, просто они другими механизмами в ВПшечке реализуются. Окей, понятно. У меня еще вопрос, вот мы пробежались там по Solid, я задумался, представил какой-то вот из своей головы такое усредненное приложение, архитектуру его, как у меня там граф объектов связан и так далее, и попробовал посчитать их количество. Вообще, на самом деле, в таком вот усредненном приложении кажется, большинство инстансов разных объектов находятся в единственном числе. Ну, то есть у нас один сервис, один экранчик, там, не знаю, один, может быть, какой-нибудь адаптер для того, чтобы в сеть ходить, но он подставлен там в несколько каких-нибудь сервисов или еще чего-нибудь. Все это по одной штуке. И, во-первых, из-за чего их по одной штуке, а второе, то, как они организованы с точки зрения кода, с точки зрения там даже папочек. Есть, в общем, какие-то вот уровни абстракции, мы их сначала делим по слоям, а потом внутри у нас появляются какие-то коробочки, вот в ООП-шном мире прям коробочка, какой-то сервис, у него внутри есть, внутри этого сервиса в интерфейсе есть какое-то количество действий, там, следующая коробочка, это набор и так далее. В итоге, благодаря этому, разработчик, когда работает с этим, так, 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 с кем, так, мы работаем сейчас с такой сущностью или там, у нас авторизация, лезем куда? В сервис авторизации, вот там у нас все, что надо нам. Вот в FPM мире, как вот это вот разделение происходит внутри слоя, потому что про слои вы тоже поговорили, но вот если я представил такую ситуацию, в которой, я не знаю, в каком-то, в один файл высыпали мне все эти функции, или не знаю, там, еще хуже, если они, каждая функция в отдельном файлике валяется, как вообще организуются абстракции, там, в конечном счете функции внутри слоя. Да, здесь у нас два ортогональных понятия архитектуры, да, модульность и, собственно, какие-то реализации. Вот как модуляризация происходит, да, как мы раскладываем наши сущности по папочкам. Мы раскладываем наши сущности по папочкам в FPM, так как мы делаем это в OPM. Хотим сервисы отдельно, кладем отдельно сервисы и типы, и функции, связанные с ними. Это будут модули, лежащие отдельно. Хотим сгрузить это все в один файл, никто нам не запретит. Будем иметь один большой год-like файл, в котором все описано, который очень долго компилируется, если это компилируемый язык, но это возможно. Что касается, например, деления на сервисы уже такого смыслового, да, релангисты, они считают свой язык функциональным, они скажут, ну а что тут такого? заводи отдельный актер на каждый сервис и описывай для него интерфейс. И вот у тебя шина взаимодействия между ними, они посылают друг другу сообщение. Ты можешь тоже залезть в консоль и своему актеру послать сообщение и увидите ответ. И, пожалуйста, у тебя сервисная архитектура, сервис-ориентированная архитектура внутри функционального языка и внутри даже одного приложения. Ну и еще можно, конечно, по сети их заставлять гонять, но это тогда уже распределенная сервис-ориентированная архитектура. То есть функциональщики не гнушаются теми же самыми идеями раскладывания по сервисам, если это требуется. Но я предпочитаю больше говорить про монолитные системы, где у нас есть подсистема именно, потому что это удобнее, чтобы описать единый концепт архитектуры, с этого надо начинать. Уже потом можно какие-то сервисные архитектуры описывать. И в монолитном в принципе у тебя тоже будут отдельно лежать, например, фримонадические подсистемы, описанные в виде фримонад. Вот здесь вот у нас логер, фримонада одна. Вот здесь вот у нас база данных кей-вэлью, там вроде какой-нибудь еще одна фримонада. Вот здесь у нас лежит файл, точнее абстракция над файловой системой. Ну пусть я ее не фримонадой решил сделать, а сервис-хендлом. Пожалуйста, отдельно будет в отдельной папочке, отдельный модуль. Просто хаскельный модуль. То есть все это валидно. Окей, здесь тоже, кажется, разобрались. И, наверное, такой, чтобы все это полирнуть сверху, я не уверен, что не пожалею об этом вопросе, но чего уж там, идем ва-банк. Вот насколько я знаю, из нескольких, наверное, множества выпусков, которые так или иначе у нас касались функционального программирования, есть отдельная такая секта людей, которые очень сильно упарываются в типы и все, что с ними связано. Типа максимально так вот продумать систему типов у себя в программе, чтобы, вот типа, если скомпилировалось, значит, все точно работает хорошо. Ну, это совсем крайний случай. Есть ли сейчас, может быть, какие-нибудь архитектурные тоже подходы или паттерны, или идиомы, или что-то еще, которые как раз эксплуатируют вот эту возможность в функциональных языках в том числе с помощью системы типов описать там логику и за счет этого как-то архитектуру даже выстроить вокруг этого? Или это все-таки слишком низкоуровневая деталь реализации? И нужно ли тут сказать что-то кроме алгебраических типов данных? Да, да. Вообще функциональщики на динамически типизированных языках про это не думают и в принципе живут нормально. Клажуристы, эрлангисты, у них есть алгебраические типы данных, у них есть какие-то генеричные коллекции, которые не обязательно описываются именно в компайл-тайм, да, может, просто в дизайн-тайме как-то сконструировано. Они живут нормально, им нормально, но мысль функционально идет гораздо дальше. Такие языки, как Scala и Haskell, ну и F-Sharp тоже, славятся тем, что у них в системе типов куча фишек. Ну, например, элементарно тайп-классы для генеричного программирования на типах тайп-классы, которые в концепты в C++ теперь, позволяют вот эти вот генеричные абстракции реализовывать. Потом мысль идет еще дальше. Появляются более глубокие фишки на уровне типов, например, Type-Families какие-нибудь или еще что-то такое, с помощью которых ты уже точно так же можешь описывать предметную область и даже взаимодействие этой предметной области, ну, все в типах будет. И, конечно, там желание у функциональщиков сделать код максимально корректным, так, чтобы неправильные состояния вообще нельзя было представить, ни при каком раскладе. Как бы ты не написал программу, скомпилировалась, значит, она корректно придумана. Но тут вопрос о том, что такое корректность. Можно корректно запрограммировать какую-то чухню с точки зрения предметной области. Это будет корректно или нет? То есть корректность для меня лично это про смысл, а не про механизмы на уровне типов, которыми ты это все делаешь. Но потом мысль идет еще дальше, там появляются линейные типы, которые, например, позволяют делать RAI, Resource Acquisition и Instantuation. То есть это, чтобы ресурс какой-то можно было использовать только один раз и гарантированно никогда к нему не обращаться, если он разрушен или еще не создан. Это есть такие приложения в Haskell, например, они, конечно, тоже участвуют и в архитектуре, и в дизайне компонентов, линейные типы называются. Но это уже очень сложно, на самом деле, и сами языковые механизмы тоже сложные. Потом мысль идет еще дальше, и в более строго типизированных языках появляются зависимые типы, и с помощью них люди тоже выражают предметную область на каком-то уже совсем другом уровне, именно в Compile Time. Но про это нужно писать отдельно. Это отдельная парадигма, если мы говорим про парадигмы. И там все то, про что мы говорили, тоже применимо, но имеет свои механизмы внутренние. Ну, если честно, то, что я услышал, звучит так, что много разных прикольных фишечек есть уж, простите, мне такую совсем простецкую лексику, но не звучит так, что на базе этого там строятся какие-то отдельные вообще подходы к архитектуре. Ну, это просто какой-то такой цахарок тут, немножко больше возможностей тут, и вот здесь вот побогаче можно использовать возможности языка. Но я бы не сказал, что это звучит как какие-то архитектурные вещи. Потому что проклятые ОПшники забрали все лучшее. Хуже ли? Я бы сказал так. Во-первых, это еще не до конца разработано, программирование на типах и метапрограммирование, как инженерная дисциплина, то есть как вот целостность соцзнаний. А во-вторых, все эти подходы, их еще непонятно, как применять к конкретным задачам. Поэтому пока сложно говорить, можно там вот это все или нет, но есть ощущение, что можно. Все инженерные вещи, типа дизайн-паттерны, разделение на слои, сокрытие информации, интерфейсы. Все это там можно просто по-своему. Окей, понял. И на этом, кажется, мы пробежались по основной части. Кажется, что это достаточно сложная предметная область. И в любом случае тем нашим слушателям, кто заинтересовался, надо идти разбираться в предмете дальше. Но я надеюсь, мы сегодня хотя бы обзорно рассмотрели разные части и смогли составить какое-то представление о том, что я себе представляю. Представление о том, что представляют. Все, простите, шел второй час, у меня уже языковые и когнитивные навыки на минимум. В общем, надеюсь, у тех, кто нас слушал, появилось какое-то представление о том, что такое функциональная архитектура. И на этом, наверное, перед тем, как совсем подводить черту, у меня здесь только один вопрос, оставшийся наш классический. Саша, подскажи, вот там люди заинтересовались, но им, допустим, понятно, что это все капец как сложно. С чего вообще начать? Может быть, какой язык выбрать, на чем поупражняться, какие статьи почитать, ютубы посмотреть, может, тиктоки или еще что-то, чтобы вкатиться как раз-таки в... Ну, разобраться с тем, в общем, что сейчас считается функциональной архитектурой, какие там есть каноничные, неканоничные подходы, и вот всех сущностей, которые мы сегодня обсуждали, разобраться уже не на уровне того, что я там слышал, что есть такие странные штуки, как фриманады или там что-то типа того, а уже, ну, научиться это применять на практике, понять, зачем оно нужно что человек плюс-минус понимает функциональщину и ей пользовался, потому что, если не понимает, то, пожалуйста, учите любой функциональный язык, и потом уже можно говорить про архитектурные подходы, да? Если предположить, что он плюс-минус ориентируется функциональщине, то можно начать с Влашина, его книга Domain Modeling Made Functional, и там, во-первых, архитектурный подход Railway-Oriented Programming описан, во-вторых, он говорит про то, как вообще приложение в функциональном стиле в строго типизированных языках, типа и в шар поделать. Очень практичная и достаточная книга, чтобы начать эту тему постигать. Потом можно почитать Яхонатана Шавита, я надеюсь, что я правильно его фамилию и имя произношу, Data Oriented Programming книга. Ну, это уже про кложа, про динамические типизированные языки, про то, как там модельки строить и как делать в динамических языках, какую архитектуру. Ну, достаточно интересно, там у него описываются действующие лица, и они обсуждают, как это все делается, то есть такие персонажи. Есть еще книги в Хаскельном мире, ну, например, книга Production Haskell от Мэтта Парсонеса или книга Algebra Driven Design от Сэнди Магуайра. Там тоже затрагиваются куча таких вопросов, но, мне кажется, из Хаскельных книг моя наиболее консистентна, полна и именно инженерна с точки зрения инженерии. То есть есть целая методология и по полочкам что куда относится, но она практическая. Это мы здесь рассуждали очень-очень абстрактно местами, а там прямо в применении конкретном приложении, как мы их строим. В том числе и космическое приложение там тоже. Круто, круто. И, ну, все-таки интересно, есть ли какой-нибудь язык, который ты можешь прямо порекиндовать, с которого стоит начать с этим разбираться. Там, типа, не знаю, Хаскель или Скала или без разницы любой функциональный подойдет, главная практика. Какой вот, да, вот самый простой функциональный язык для ООПшников. И важно, чтобы, знаешь, чтобы он еще не подмывал тебе использовать привычные методики из ООП, потому что, условно, ты возьмешь Скалу и можешь писать на ней почти как на Джаве. Я понимаю, да, очень большой соблазн писать на Скале как на Джаве и ООПшно. Ну, кстати, Скала сегодня движется в функциональщину со страшной силой. Я бы ее, конечно, порекомендовал, но если хочется в чистом виде ФПшечку изучать, это либо ОКЛОЖА, либо Хаскель. Там соблазнов гораздо меньше. Я бы порекомендовал с них начинать. Но в Скале просто есть куча более практичных вещей, типа фреймворков функциональных, и изучая их, ты не сильно отрываешься от мира, как это делают хаскелисты, например. Более приземленно получается. Я бы рекомендовал вот эти вот три, ну, предпочтению. Окей. У меня просто про Скалу еще почему смешанные такие впечатления, потому что я когда-то там проходил известный курс Мартина Адерскина на Курсере, и там прикольный курс, который как бы в базы вообще функционального программирования погружает. Ну, прошел, вроде идеи понятные, все хорошо, и с языком все понятно, классно, супер, все понравилось. А потом, ну, короче, у меня есть несколько друзей, бывших моих коллег, которые плотненько, так сказать, подсели на Скалу, и я как-то раз присутствовал при их диалогах. Я изучал как будто совсем другой язык, потому что я там что-то про Скалу, а они там такие Кэтс, Зио, вот это вот Теглис Файнл, ты такой, можно что-нибудь, пожалуйста, из Скалы, из того, что я изучал? И это вот уже там все свои библиотеки, фреймворки, уже все давно-давно убежало куда-то вперед, причем даже не является частью языка самого, а какие-то внешние решения к нему. Вот. Тебе даже не требуется переходить в какой-то другой язык, чтобы изучать функциональщину. Я, например, про функциональный C++ у вас в подлодке говорил очень много, и вообще про него выступал. Все есть, у вас уже, уже все есть, можно брать и изучать. Ответ получается тот, на котором ты сейчас пишешь. Как вариант? Накликивание мышкой в AVS не считается, но я попробую. Вдруг получится. На лямбдах тоже не буду сделать, там тоже есть лямбды, правда, не те. Ладно, на этом можем подводить черту под этим выпуском, давайте вкратце вспомним абсолютно отчаянная затея, попытаться пересказать, о чем мы говорили последние полтора часа, но все же мы говорили про функциональную архитектуру сегодня. Сначала мы обсудили, в общем-то, концептуально, что из себя представляет архитектура, как она разделяется по, скажем так, уровню зума, с которого мы смотрим на наш проект, на нашу систему, и потом поговорили о том, какое место во всей этой картинке занимает функциональная архитектура, и начали разбирать уже отдельные какие-то примитивы, подходы, и сравнили их с ООПшными, где не могли, просто описали, как это работает, что это из себя представляет, ну и в конце полирнули рекомендации каких-то книжек и ресурсов, по которым заинтересовавшимся слушателям получится погрузиться в этот мир и разобраться в нем профессионально. Саш, спасибо большое, что пришел к нам в подкаст. Спасибо, было интересно. Сложно, но интересно. Спасибо, что пригласили. И, Стас. Да-да. Можно задать тебе вопрос? Конечно. Ох, я его почти не успел придумать, но все-таки я попробую. Что тебе нравится больше, чем чистота на кончиках твоих пальцев, когда ты перепишешь весь наш бэкэнд под лодка Крю на функциональную архитектуру? Надеюсь, фронт-энд, да? Будет интересно переписать на функциональном стиле. Да, больше этого, дорогие друзья, мне нравится, когда вы ставите свои пять чистых звезд нам в iTunes, твитите, ретвитите, рассказываете нас своим друзьям, а самое главное, слушайте подкаст подлодка. Сегодня подлодка стала капельку чище, я надеюсь. Это был выпуск про функциональную архитектуру. В гостях у нас был Александр Гранин. Спасибо, что нас слушали. Всем пока-пока. Пока. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok